Добрый вечер, здравствуйте, мы продолжаем наши уроки о злословии, о вопросах злословия. Сегодня у нас 31 урок, сегодня у нас урок перед Буримом. На следующей неделе, во вторник, в среду, зависит, в каком городе человек живет, и у нас Бурим. Соответственно, следующий урок будет уже после Бурима. И поэтому в эту субботу есть также, считается определенный отрывок в синагогах, посвященный, называется такая заповедь, Мехиад Амалек, как это было, русский. Сместить, по-русски, Мехиад Амалек, стереть, стереть память о Амалеке. В принципе, эта заповедь делается в синагоге перед Буримом, в шаббат перед Буримом. В какой-то мере она является подготовкой к Буриму. И мы сейчас, в нашей первой части, немножко коснемся вот этой вот, двух, две эти точки, то есть, и заповеди о смыть память Амалеке и о самым Пуриме. Безусловно, что эти заповеди включают в себя много различных, так сказать, подпунктов, и они там всякие глубокие, широкие. Мы возьмем только маленькую точку в каждой из этих заповедей. Итак, первое мы поговорим о Амалеке, а второе – о Пуриме. Мы начнем с Амалека. Опять же, я сделаю сегодня первую часть, наверное, мы сделаем не очень длинную, чтобы больше подвинуться в третьей нашей основной части законов. Вот. С точки зрения, если мы посмотрим на заповедь вот эту вот, стереть память о Амалеке, то, в принципе, она выполняется на нескольких уровнях. Вот. И я бы хотел поднять такой уровень, что называется, личную. Есть такое понятие Амалеке, которое существует в сердце каждого из нас. То есть, безусловно, у этой заповеди их, как сказать, рамки и грани, как сказать, более пунктуальные, непосредственно, как мы слушаем от отрывок истории про это, что мы должны думать и сделать, и как, и все. Я сюда не вхожу. Есть такое понятие, оно как бы выводится и учится на основании, как-то упоминали несколько раз даже, что есть такой дух Торы. Дух Торы требует у нас, после того, как человек понял, что такое, что это был за народ Амалек, и что он такого причинил, какое было взаимодействие с терретьским народом, и что мы должны, как мы должны стереть в нем память, что это в себя включает. Все это, как сказать, по-большому определяет эту заповедь. После этого мы переводим это на самого себя и знаем, что, в принципе, Амалек – это в каком-то смысле символ зла, воплощения или материализации зла в этом мире. И вот это зло сидит в сердце каждого человека тоже, в большей или меньшей степени. Поэтому эта заповедь включает себя, или, по крайней мере, отросток ее, или, по крайней мере, дух ее, требует, чтобы человек постарался что-то у себя в сердце раскопать. И поднять вот эту причину зла и как-то ее тоже… Сейчас увидим, что точно от человека требуется. Вроде бы стереть заповедь, стереть память о Амалеке, если мы так дословно ее переведем на самого себя, получится стереть, как бы что-то из сердца нужно, стереть по отношению к самому себе. Как-то не очень-то, как сказать, укладывается. Чтобы сделать такой маленький порядок, я просто буквально в нескольких минутах, некоторую точку, которую я хочу поднять и осветить. Для этого, как бы, делаю такое маленькое вступление, немножко с другой стороны. Есть такая тема очень большая, и то, что я сейчас хочу поднять. И ветвистая, и даже иршистая. А именно, что мы знаем, что еврейский народ, в принципе, народ, который живет по законам Тора. Тем не менее, действительность показывает нам, что это не совсем так, что там какой-то процент, я не знаю точно, 5%, 10% или 20% действительно живут по законам Тора. А большая часть евреев не живет по законам Тора, не соблюдая заповеди и так далее. То есть, чтобы не вдаваться непосредственно в этот вопрос, я только беру статистическое, очень интересное данное. Оказывается, что нам кажется, если мы посмотрим на людей, на евреев, честных, благочестивых, хороших евреев, однако, которые не удостоились жить по законам Тора. Если мы спросим их, почему, вопрос, почему они не живут по законам Тора. Что, 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 это все. И опять, безусловно, есть какой-то процент, который даже вообще не знает, что точно, что это такое. Есть процент, который знает, и какие-то у них объяснения. Есть процент, который говорит, что это тяжело, и так далее. Это есть какое-то, это польгут, как сказать, распределение ответов, и сама по себе тема, может быть, интересная и стоящая отдельного внимания. Однако есть очень интересная статистика. Статистика, я слышал от специалистов, которые занимаются этим вопросом. Оказывается, я в других странах не знаю. А в Израиле, оказывается, что процент людей, которые не живут по законам Торы и хотят жить по законам Торы, он очень-очень большой. Намного-намного больше, чем нам кажется. Мы могли спросить среднего человека, просто так, допустим, 15% живут по законам Торы. А сколько, ты думаешь, не живет, но хочет жить? Ну, скажут, может, еще 3%, 5%. Оказывается, число людей, которые хотят жить по законам Торы, около 80%. Действительно, то есть это, как бы, это и статистически, и люди, которые вращаются в обществе, и в среде, это знают. Тогда нам-то напрашивается такой вопрос. С чем же связано, что очень большой процент, которые действительно хотят соблюдать Тору, жить по законам Торы и выполнять заповеди, были, что называется, кошельными, время от начала до конца, тем не менее, в реальности, примерно 15% это примерно такая статистика, которые действительно живут по законам Торы. В чем же, с чем это связано? Если мы начнем копать этот вопрос, то, даже, скажем, не копать этот вопрос, а просто сделаем такой опрос. Выйдем на улицу, скажем, вот, то есть те люди, которые мы, как бы, статистика показывают, доказывают, что это 80%, которые хотят жить по законам Торы, а если мы их спросим, почему же, тем не менее, что вам мешает? Ты же хочешь, ты же хочешь, а в чем же, где разница между желаемым и действительным? Вот, то, как правило, как правило, как правило, будут такие ответы, которые как-то связаны с действительностью нашей жизни. Нет времени или там, ну, как-то там, какие-то такие, на все будет объяснение, на все будет какие-то объяснение. И, как правило, это будет объяснение, как бы, человек особо не углубляется, не задумывается, такие обычные, простые материалы из нашей повседневной жизни. А здесь, вот, как бы, точка, которую я использую, как трамплин в нашем изложении, оказывается, мудрецы нас учат, мудрецы знают, что это так. То есть, для мудрецов это не новость, то есть, конкретные цифры, может быть, мудрецов не в кармане, однако, что тенденция такая, это мудрецы знают, и это известно, что очень большое количество людей, которые хочут жить по законам Торы. Опять же, я отбрасываю тех, которые ничего не знают, допустим, просто не знают, что такое Торы, не понимают. Вот, я беру людей, которые понимают, знают, и, тем не менее, не живут. Оказывается, мудрецы нас учат, что причины, они, оказывается, чисто духовные. То есть, все это какие-то причины, что у меня нет времени, что у меня там, я не знаю, какие-то другие материальные причины, нет денег, что нужно работать, и что нужно то, и что нужно там так, и нужно всякое, что. Это все причины не, как бы, это только следствие, а корневые причины, они все духовные. Вот, я только, чтобы дать такую ссылку, вот, скажем, в книге Мишлати Шарим, «Дорога праведных», Рамхаль, приводит три причины. Три причины, почему люди не живут, не соблюдают, не живут по законам Торы. Вот, Геленский Гаум приводит в начале своего комментария на книгу, притче Савуал Мишлей, в одном из первых стихов, в первом параграфе, тоже приводит три причины, другие совершенно. Вот, и у Рамба, у Рамба мне законы о, законы Деот, законы, нет, законы Чува, законы Чува, он приводит в пятом, по-моему, в пятом параграфе, он приводит 24 причины, которые тормозят человеку лакзарба Чува, то есть, что называется, вернуться, наполнять, жить по законам Торы. То есть, видим, опять, я не говорю, если мы сейчас, может, некоторые из них поднимем, я, как бы, не перечисляю все их, хотя это очень целесообразно знать все эти причины. Вот, оказывается, что все эти причины духовные, опять же, я подчеркиваю, это причины, по которым не дают человеку лакзарба Чува. Лакзар Чува, в широком смысле, это не просто был светский, стал религиозный, но лакзарь Чува, это значит подняться в духовном плане. Что то же самое оказывается, что как люди, допустим, далекие от евреиства, далекие от Торы, хотят жить по Торе, то же самое каждый из нас, который живет по законам Торы, он хочет быть духовно выше. И, тем не менее, как бы, реально люди, которые могут сказать, что изо дня в день, по крайней мере, из периода в период, они поднимаются, и их очень-очень много, очень-очень маленькое число. То есть получается, что, как бы, мы, действительно, каждый на своем уровне хочет подняться духовно выше. Тот, кто не соблюдает, хочет соблюдать, тот, кто не соблюдает Торы, хочет еще лучше. Тот, кто не учит Торы, хочет ее учить, тот, знает столько, хочет знать еще больше. Это действительно такое сокровенное желание человека. Опять же, каждый на своем уровне подняться выше. Тем не менее, в реальности это не происходит именно потому, что вот здесь духовные вот эти, я не знаю, можно сделать такую, как бы, даже брошюрку, что это за причина. В любом случае, у Рамбома есть 24 причины, у Силат и Шарима Рамхан – 3, и у Беренского голода еще 3. Что нам важно, и перед тем, как мы перейдем к этому, к чему мы начали, амалек, который в сердце каждого человека, нам важно знать, что в Рамбом, когда он приводит, одна из последних причин, он там приводит злословие. Злословие, это злословие и сплетни, вот это вот все, так сказать, дефекты речи, языка и взаимодействия человека на уровне, так сказать, разговора, вот, это то, что, оказывается, его тормозит его духовный подъем. Отсюда просто для, здесь, как бы, я заостряю внимание, поскольку мы учим законы злословия, важно знать, что, кроме того, и прочего, мы в разных аспектах это видели, пытались, как бы, анализировать злословие, там, причины или последствия, как или, как, на что это влияет, в каких ситуациях, все наши уроки. Вот, сегодня важно просто подчеркнуть такую, как бы, то, что я подчеркиваю, что человек, который злословит, кроме того, и прочего, он просто тормозит свой духовный рост. Поэтому, просто, это нужно знать, принять сведения. Теперь, опять же, тормозит свой духовный рост каждый на своем уровне. Начиная от того, что тот, кто не живет по закону, который и хочет, он тормозиться и не может. Не может, это самое. Это материализуется в различных, как мы сказали, материальных причинах. Он считает, что у него, я не знаю, что на него соседи косо посмотрят, или так, или там, что у него нужно, если он не будет работать, он не сможет поехать за границу. Какие-то у каждого свои... Однако, корень в том, что он злословит, один из корней. Это важно знать. Теперь это, что касается злословия. Теперь, что касается, что мы начали, относительно этой подчасти, если можно так сказать, мы сказали, что есть заповедь стереть амалека и так далее. Амалек в сердце каждого человека – зло, которое есть в сердце каждого человека. В чем суть этой заповеди? По крайней мере, мы отсюда можем такую вывести на практическом уровне совет, если можно так сказать, в субботу. Это происходит безусловно, что формально эта заповедь длится по две минуты. Прочитает этот отрывок, из которого состоит из четыре-пять строк истории. На этом все заканчивается. И все, человек продолжает свой ритм жизни. То есть, по-простому, на минимальном уровне то, что он услышал, это уже достаточно. Я знаю, душа его услышала, это минимальное какое-то исполнение. Однако, если мы хотим как-то что-то почувствовать, или как-то привязаться к исполнению этой заповеди более практичной, более реальным способом, то получается, что человек, поскольку мы знаем, зло человека, оно сидит в его сердце. Зло человека, оно в принципе его, как бы, в некоторых уроках поднимали, как оно работает. Однако, как бы, самое основное, оно просто не дает человеку продвигаться. То есть, человек, который не понимает, он считает, что он, не знаю, человек едет на машине, он продвигается. Человек продвигается по службе, он продвигается. Человек, не знаю, там, кушает много. Однако продвижение, которое нас требует Творец, который нас поместил в этот мир, это продвижение духовное. Вот это зло его основное, что оно блокирует это духовное продвижение. Теперь мы знаем, как бы, на основании того, что мы сейчас сказали, что в чем эта блокировка. Оказывается, вот эти вот есть духовные вещи, которые это блокируют. Каждый человек просто, по крайней мере, должен определенного рода задумывать определенного рода такой, я не знаю, по-русски, хешбонефиш, как это сказать. Душевный такой подсчет, сделать как-то, примерно эквивалентно, как делаемо перед судным днем Йом-Кипур. Должен посмотреть, какие у него есть недостатки, по крайней мере, посмотреть, не исправлять, не там, в Йом-Кипур, в судный день, мы просим прощения. А здесь, по крайней мере, задуматься просто, я такой даю совет, каждый знает, посоветиться со своим раввином, как он знает, и как у него ритм жизни. По крайней мере, написать свои какие-то недостатки, посмотреть их, сказать, с лукой, не знаю, или подумать, сказать, я не согласен, я хочу, чтобы у меня этого не было, я очень сожалею, что это есть. По крайней мере, на этом уровне это закончится, потому что Мехиат Амалектус, как бы, это тоже чисто формально, у нас не требуется взять автомат, убежать, искать Амалека, их убивать. На самом деле, есть в этом тонкости. Тоже это формально, мы знаем, что есть такой народ, который хотел задавить наш еврейский народ, его задушить и так далее. И мы должны, как бы, пробуждаем ненависть против этого народа и так далее. Опять же, это все, здесь две точки, это нужно все глубоко знать и понимать, как это выполняется. То же самое, от нас требуется чисто на таком мозговом уровне, непосредственное выполнение стирания памяти Амалеки. То же самое, на мыслительном уровне, все свои недостатки какие-то основные, что его тормозит в этой жизни, вот, и, что его тормозит в этой жизни. И, в соответствии с этим, он, как бы, просто читает, говорит, что я, к примеру, я вам скажу, к примеру, выписал, говорит, что я, там, нашел три основных, что, там, я, вот, я, там, боюсь других людей, и поэтому, в соответствии с этим, не веду себя неестественно. Это причина. А, я, не знаю, еще, там, их, к примеру, я, не знаю, я, там, отрицательно, когда смотрю на человека, вижу у него отрицательные черты, в первую очередь. Ну, вот, еще одно. Еще, там, какое-то, там, даже, такие, более простые, там, какая-то жадность, как-то, жалко мне иногда деньги, там, я чувствую, что можно было, там, помочь, и как-то, а я, все, это выписать, 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 скажу, я не согласен, я хочу, я прошу от Творца, чтобы он мне помог это исправить. И помог это, блокировку моего духовного роста, как бы, пройти. Вот, по крайней мере, это такой общий закраски, раскраски, закраски, как, как бы, выполняем эту, вот, заповедь о, о, как называется, стирании Амалека на практическом уровне. Вот, теперь перейдем немножко к Пуриму. Пурим, как известно, опять же, есть много аспектов, состоит, там, там, пять, примерно, пять, пять подзаповедей, которые есть Пурим, шлах, просто по-русски мне нужно время, чтобы перевести, все знают это. Вот, возьмем только одну, как сказать, составляющую Пурима, может, даже центральную, это веселье, радость, веселье, пурим, это есть, как бы, немножко копнем сюда, попытаемся понять, и, опять же, увидим здесь тоже свет со злозловием, попытаемся понять, как, в чем, в чем, в чем, в чем, в, то есть, как мы выполняем эту заповедь. Безусловно, понятно, что по-простому включили какой-то магнитофон или какие-то песни, прыгаем, радуемся, танцуем. Я не хочу, чтобы перегнуть палку, с другой стороны, наоборот, чтобы закрутить болтики насчет есть заповедь пить спиртное, вино и так далее. Каждый знает, соответственно, со своими возможностями, границами или, наоборот, пожеланиями, как он этот аспект выполняет. Но, опять же, я возвращаюсь с точки зрения радости и веселья в Пуре. Что это, для чего это и как, немножко сюда копнем. Для того, чтобы это копнуть, опять же, мы стараемся, кто знает, смотрит наши уроки, как немножко проанализировать источники, вывести какие-то идеи или какие-то положения. И с этим все связать с нашим обычным ритмом жизни, или какими-то заповедями, или праздниками, которые нас окружают. Так начнем с такого интересного момента. Скажется, там есть Медраж. Медраж нам говорит... Интересную вещь, просто интересное тоже, к Пурему оно имеет отношение само по себе. Медраж говорит, как мы знаем, с чего начинается, от Мегилат Эстер, Свитек Эстер. Свитек Эстер сам по себе очень интересный. Такой, как сказать, интригующий сюжет. Начинается со следующего. Практически в начале, что Ахашвирош, царь Ахашвирош, все знают, я выделяю то, что я хочу сказать. Царь Ахашвирош, он, у него было пиршество. Но для пиршества были все, соответственно, его подданные, и были евреи на этом пиршество. И с этого все закрутилось и началось. Оказывается, что, не оказывается, это написано непосредственно в тексте, и Медраж, что еще больше. Это пиршество было очень-очень длинное. Оно длило 180 дней. Полгода. Полгода пиршества. Ну, мы читаем, слушаем, идем дальше. А Медраж, он на этом останавливается и говорит, как такое может быть? Давайте вдумаемся, что это значит пиршество 180 дней. Представьте, пиршество 180 дней. Утром он просыпается, идет, пирует, пьет, танцует, это самое. И так с утра до вечера. Закончился, там, не знаю, в 11-12 идет спать, ложится спать, опять утром просыпается, и опять. И так один за днем, и неделя за неделей. В том, что Медраж, это можно сойти с ума. Как можно выдержать такое? Сколько можно пировать? Ну, день, два, три, неделю. И там рассказывают в наших источниках, что пируют неделю, это уже целое дело. А тут пиршество, непостынение, просто человеческая система, как она может выдержать такую, я не знаю, психологическую нагрузку, если так можно с такого угла спросить. Говорит нам Медраж, я немножко более живописно сказал, Медраж спрашивает по-простому. Говорит Медраж, что этот вопрос спросили ангелы у Всевышнего. Говорит, откуда такая сила у Ахашвероши, его пиршество, длится 180 дней? Ответил нам Всевышний Творец, сказал он такое, опять же, не горечен, он, значит, такое ответил. Ну, как в духовном плане. Он говорит, придут дни за дни, придут дни за дни. Примерно я привожу так. Придут дни за дни. За те дни, которые у евреев было, они должны были там выполнять заповедь в субботу. И, как сказать, какой аспект, есть много, много аспектов в субботе. Должны были там радоваться и веселиться в субботу. И они вот это вот, как сказать, пренебрегли этим, такое выражение, извиняюсь заранее, валяли дурака, как сказать, в этот суббот, вместо того, чтобы праздновать и веселиться, придут за эти дни, дни вот эти вот 180 дней про пиршество Ахашвероши. Служено понять, что имелось в виду, что имелось в этом ответе. Оказывается, в этом ответе содержится очень глубокая идея вообще нашего мира. Однако, прежде чем, как сказать, я это открою и объясню, я спрошу еще несколько вопросов, которые объясняются тем же ключом. Есть в трактате... В трактате... Не в трактате, как сказать... Мегелат Руд, который мы читаем на... Свиток Руд, который мы читаем на Шавот, на праздник Шавот. Там есть природного рода... Я скажу похоже, потому что я уже знаю, однако такой тоже интересный момент. Был голод. Написано, что был голод в этом самом... Был голод в земле Израиля, и, соответственно, последствия, которые это произошли, и вся, 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 как бы... Весь свиток Руд, он раскрутился на основе того, что вот так был голод, и головы поколения вышли, ушли, как бы из земли Израиля, и как это все развилось после этого. Вот. Спрашивает... Опять же, не спрашивает, в любом случае, есть такой, как бы, метраж, как бы, намекает нам, вот этот голод, который был, он являлся последствием того, что люди преднабжительно изучали Тор. То есть корень этого, корень всего этого голода... В смысле, когда читаем этот самый свиток Руд, мы видим, что все началось с голода, вот из этого, а как бы за кадром мы видим, что все началось с преднабжительного изучения Тора. То же самое, свиток, как сказать, Пурим, свиток Эстер, он... Мы знаем, что все началось с пиршества Ахашверош, а как бы, опять же, за кадром мы видим, что все началось с того, что было пренебрежительное исполнение веселья и радости в субботу. То есть мы хотим сейчас поднять связь, как это все связано, и чтобы это, как бы, уже привязать как к более прочной нашей действительности. Я сейчас ехал, ну, в любом случае, я даже не знал, но был сегодня теракт, слушай, теракт в Иерусалиме, и, как сказать, Мехабель, террорист. Террорист арабский там хотел взорвать, и уже, там, вроде, уже ему это все удалось, и в конце его спасли. Тоже, наверное, сюда, кстати, видим, что очень часто такое происходит. Месяц Адару, это, как сказать, Мазаль, Мазаль, там, есть такое понятие Мазаль, как бы, успех, я не знаю, как сказать, успех еврейский, он очень сильно поднимается. Всегда, часто происходят различные, как и казусы, ситуации, как? Везение, везение больше, как сказать, еврейской нации в этот ход, месяц Адар, месяц Адар, который сейчас идет. В любом случае мы спросим такой вопрос, откуда такое вот ненормальное, если можно так выразиться, стремление вот этих арабских террористов, и откуда у них такая сила идти и это самое, и делать такие вещи. Человек жертвует своей жизнью. Для того, чтобы человек пожертвовать своей жизнью, это абсолютно против природы человека. Тем не менее, они жертвуют своей жизнью, идут для того, чтобы... Недостаточно сказать, что какая-то идея их ведет, или... В любом случае инстинкт самосохранения, я не знаю, или какие-то такие общечеловеческие какие-то... Принципы, которые есть у любого человека, корни, они должны грубо перевесить. Недостаточно сказать какие-то там такие выражения, что они не люди. Они тоже люди, у них тоже есть система, это тоже есть инстинкт самосохранения, у них тоже есть какой-то тяга, любовь к жизни. Тем не менее, на это все опустить, ради того, чтобы взорваться, это как бы не очень понятно. Оказывается, вот эти все вот как бы есть, можно так сказать, неурядицы или непонятки, если так можно выразиться, которые я поднял, сейчас мы их это самое, сейчас мы их очень просто раскроем и объясним. На основании очень простого принципа, оказывается, есть... Я скажу это на одной ноге, однако это в принципе важно знать, это очень большой духовный принцип. Есть духовные силы, мы там не знаем все, то есть духовные силы, есть материальные, скажем там, потому что какая-то сила, там поднять штангу, там, не знаю, там, силам тела. То есть есть духовная сила, духовная сила, какие-то, например, пример духовных сил это веселье, пример духовной силы, это может быть, там, не знаю, там, правда. То есть опять же, человек может всегда, всегда идти, бороться и говорить только правду, правда, духовный народ, какой-то канал, который его ведет. Вот и так далее, мы сами там можем домыслить, какие есть духовные силы. Оказывается, что духовные силы с неба есть примерно такого рода управление, что, в любом случае, аналогия, есть управление государством. То же самое, как государство, премьер-министр или все его министры, они решают заседание, потом решают, сколько выделить каких-то ресурсов, сколько сюда, сколько идет денег сюда, и они выделяют, соответственно, с этим государством функционируют. То есть мы видим, что это распределение ресурсов идет сверху. После того, как они распределяются, получается, народ эти ресурсы функционирует. Как происходит управление государством. То же самое, в принципе, нам Талмуд говорит, что мир духовный и мир материальный, они полностью параллельны, эквивалентны. Мы хотим узнать многие вещи, как они работают в духовном мире, мы посмотрим. И это очень важно для различного рода вещей, важно знать, как это работает. Можно посмотреть, как это работает здесь, и знать, что там такая же проекция. И наоборот, люди, которые через сторону знают, как работает там, они знают, как работает здесь. Известно, что самые большие политики или самые большие, я не знаю, самые большие знатоки всего, что происходит в этом мире, это еврейские мудрецы. Хотя на самом деле, как правило, они практически ничего, непосредственно конкретно не слышат, что происходит в этом мире. В чем секрет? Потому что они знают, как духовный мир работает, они, соответственно, знают очень просто проекцию, как материальный мир работает. Это, как сказать, в кавычках. Что нам важно знать, что то же самое, как в духовном, как мы сказали, это аналогия, спускаются ресурсы в этот мир. В соответствии с этими ресурсами управляются государства, то же самое, творец или вся эта духовная система. Спускаются в этот мир, например, духовные силы. И в соответствии с этими духовными силами есть у нас, у еврейского народа, и у всего человечества, и даже у более низких форм животных или каких-то растений. Соответственно, с этими духовными отделениями, ресурсами они функционируют. То же самое Всевышний постоянно спускает в этот мир, я непосредственно скажу, чтобы сразу осветить эти вопросы. Есть такой духовный канал радости, радости и веселья. То есть если бы не было этого духовного, я не знаю, горючего, топлива, то было бы неестественно, с чего вдруг человек будет веселиться, откуда это. Кажется, человек, кажется, что это изнутри, а кажется, это действительно изнутри, но он берет какие-то маленькие каналчики, которые идут из этого большого ресурса веселья и радости. И каждый из них подключен, каждый, например, есть какой-то электрический, генератор электричества. В каждый конкретный дом есть какой-то, как это называется, квота, какая-то квота. Соответственно, квота, он нажимает сюда, загорается это, нажимается сюда, загорается это. Соответственно, он распределяется. Так то же самое идут вот эти вот, как сказать, топлива для веселья и для радости. Большое какое-то количество. Дальше на каком-то, когда происходит определенного рода духовные спуски, на определенном пути своем, очень уже близко к тому, что оно непосредственно выходит в этот мир, дальше оно дано полному выбору людей, как это использовать. Поскольку, как мы знаем, основной принцип в существовании этом мире – свобода выбора. Свобода выбора, она охватывает различного рода, как сказать, аспекты. И в этом аспекте тоже есть свобода выбора. Безусловно, вот эти все, как сказать, топливо, оно всегда идет через все. Весь мир он получает через еврейский народ. Как бы еврейский народ – это центральная труба, и весь мир идет, получает через них. Как бы сначала это идет, еврейский народ, вот это вот топливо, и дальше мир ему предлагается, как это, грубо говоря, как это использовать и разбить, разбить и распределение. Еврейский народ может сказать, вообще не хочу этого. Оно пойдет дальше, пойдет другим народом. Еврейский народ может взять какое-то количество, какое-то количество оставить. Еврейский народ может как-то распределить каким-то образом. Все зависит от еврейского народа. Безусловно, это не происходит на каком-то конкретном уровне, то есть не можно написать какую-то систему, к кому он точно идет, какую кнопочку он нажимает и как он это выписывает или подписывает. Однако важно знать, что в соответствии с действиями, в основном с действиями и управлениями еврейского народа, тем, что он делает и как он функционирует, этим самым, грубо говоря, он определяет вот это распределение. Поэтому получается, что когда приходит, например, возьмем там радость и веселье еврейскому народу, и мы видим, что еврейский народ, а, и опять же, тоже очень важно знать, что эти все ресурсы, в первую очередь, в еврейском народе тоже есть, как бы сказать, в этом большом канале есть как бы еще более центральный. Центральный канал, для чего Всевышний Сотов Долотомир? Для Тори, для заповедей, для духовности. В первую очередь, это идет по этому центральному каналу. Если евреи приняли это для Тори, заповедей, духовности, вот это духовное топливо, то, соответственно, наибольший процент, основной процент, оно идет именно туда, и всем народам, или другим каким-то уровням более низким, то, что остается, оно идет дальше. Если евреи не приняли это для Тори, заповедей, духовности, то, соответственно, я точно не знаю, и даже не так важно, как эта система работает, перераспределение, а так важно знать, что она идет, канал, как бы, я не знаю, как сказать, метакем, уходит в сторону и идет в другие, распределяются другие места. Вот, соответственно, с этим можно сделать такой порядок тех и тех вещей, которые мы сказали. Мы начнем, например, мы сказали, 180 дней этого пиршества у Ахашвироша, откуда оно взялось? Пришел Всевышний Сотов, приду дни за дни. Оказывается, что вот эти вот дни, которые поставлялись, эти ресурсы, топливо для духовности, для радости, веселья, направлено на шаббат. Опять же, есть какие-то тонкости, почему шаббат именно идет, а не такой метраж. Вот. Евреи это не использовали, как я сказал, вырали дурака им. Вот. Получилось, что вот это топливо, оно зашло, в топливо это всегда идет, то есть циркуляция постоянно происходит. Вот. Оно пришло, евреи это не использовали. Оно ушло на другие эти самые. Оно, как бы, в этой ситуации оно настолько перераспределилось, настолько ушло в другое направление, что таким образом оно дошло до вот этого вот персидского царя Ахашвироша, который получил этот вот заряд, даже неизвестно, даже, может, сам не знаю, от чего и от почему, вот, для того, чтобы сделать такое вот пиршество. То есть видно, у него какой-то был прилив энергии, силы, веселья и так далее. Не знаю почему, оказалось именно поэтому. Шло топливо еврейскому народу, еврейский народ на духовность это не опустил, пошло дальше, каким-то там, как система, опять же, не знаю, как работает. В конце концов, пришло к нему, и вот таким образом он может это использовать. Теперь мы можем понять, например, то же самое, что Тора. Есть такое понятие голод. Голод – это... Почему, как бы, есть такое естественное понятие у любого человека быть голодным? А откуда оно? Кажется, что определенный Тор – это тоже духовная некоторая субстанция. То есть голод, он тоже спускается сверху, как бы, духовный определенный ресурс – быть голодным. Для чего это? Кажется, в корне, как бы, для чего чувство голода дано человеку? Для того, чтобы человек чувствовал, что ему не хватает быть голодным в духовности. В голове духовности, соответственно, побуждает, стимулирует человека изучать Тору, там, ведь, знавать что-то новое, как бы, углубляться в мудрости и так далее, и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы у человека было желание, ну, как его нужно подстегнуть, тем, чтобы создать голод. Поэтому видим, что голод – это тоже вот этот духовный ресурс. Что происходило во времени Шофтима, во времени Руд, который мы подняли? То же самое, был вот этот голод, он шел, и люди, как бы, опять же, мы сказали, центральный канал на Тору, духовные заповеди, люди этот голод не использовали, как бы, вот этот, не стремили с Тори. Получалось, что голод идет, идет, идет. А реализации этого голода нет. Я имею в виду, духовный этот канал, по которому голод спускается, он идет для того, чтобы у людей было больше вожделения, стремления для того, чтобы к духовному голоду, скажем, и, соответственно, и удовлетворить этот духовный голод, там, учение, изучение Торы, как мы сказали, так Медрар сказал, что это связано. А реально было запущено учение изучения Торы. Сюда происходит, что происходит, что этот голод накопился. И он вышел, материализовался в такую форму, что был голод в земле Израиля. Опять же, я подчеркиваю систему точно, какие каналы, как это все это, я не знаю. Мудрецы это знают. Как он перераспределился в этот раз, что стал голод в земле Израиля. Это мы объясняем, это тот бедаж, который мы сказали, Святокрут. И, соответственно, то же самое, в принципе, это объяснение вот этих вот джихад, этих исламских джихад. Тоже основа в этом. Есть такое понятие, сверху нам идет один из таких ресурсов, это быть готовым к самопожертвованию. Самопожертвование – это тоже неестественная составляющая человеческой системы. Это, например, духовный канал, который тоже дается. Для чего? Опять же, чтобы человек был готов к самопожертвованию, а для вот этих вот духовных целей. Чтобы человек был готов, допустим, левотер, как сказать, заменить, отказаться, отказаться, допустим, от материального в пользу духовно. Чтобы человек был готов, я бы сказал, приложить в изучение Торы еще больше сил, там, может даже в усердь чему-то. Чтобы человек был готов, там, я не знаю, отказаться в каких-то заработных деньгах, чтобы, допустим, посетить какой-то урок тоже, даже на своем уровне. Вот это вот готовность к самопожертвованию. И это для нас такая вот индикация, что, в принципе, еврейский народ, в тот момент, когда, во-первых, на сегодня, в принципе, есть не очень большое число людей, которые даже потенциально готовят жить, как сказать, в рамках самопожертвования. Сегодня совсем другая система. Люди хотят больше комфорта, покоя, удовольствия и так далее. Поэтому для многих людей еврейских это вообще не вопрос, кто хочет самопожертвовать. А тем не менее, вот это, как сказать, этот духовный канал они делают. Кто его использует? Используют, как бы, вот эти еврейские мудрецы, еврейские, там, ученики, которые изучают Торы. Они, оказывается, в принципе, грубо говоря, держат весь этот еврейский народ, потому что они берут вот эту силу самопожертвованию. И включают каждый на своем уровне, каждый на своем русле. Вот. Вплоть до того, что, может, даже какой-то, нет, не обязательно какой-то там большой ученый, какой-то даже маленький, там, допустим, человек, который просто живет по законам Торы, он решил в какой-то момент, там, я не знаю, выключить телевизор, посмотреть какой-то урок по Торы, к примеру, или, там, вместо того, какое-то там мероприятие, там, там, какой-то, каких-то, на рыбалку, решил, я не знаю, пойти вечером, какой-то, получится Хаврути, там, Талмуд и так далее, так далее. В принципе, определенного уровня вот эти вот самопожертвования, определенного уровня, вот, он используется этот вот канал. В тот момент, когда происходит вот этот овердрафт, переходит что-то. Сила самопожертвования очень много спущена, она не использована как нужно, она как-то, как-то, как из сосуда перекачивается, идет другим народом. По какой-то причине здесь, оно, как бы, связано, вот этот арабский народ, который, видно, он тоже как-то, каким-то образом, все-таки идет из одного корня, из Авраама, из прадца Авраама, еврейский народ, и арабский еврейский народ вышли. По-видимому, как-то, вот этот сосуд, опять же, я подчеркиваю еще раз, точная система, я не знаю. Вот, однако, как-то, по-видимому, что он идет следующий, который берет это. Получается, что он получает вот эту силу самопожертвования, пускает его на свои какие-то нужды. Поэтому, что, в принципе, этот канал он запланировал для еврейского народа, и, тем не менее, если еврейский народ недостаточно использует эту силу самопожертвования в духовных целях, вот, оно переходит вот в такие вот страшные вещи, как терроризм и так далее. Вот, это в общих чертах. Вот, отсюда мы возвращаемся, как бы, закрываем то, что мы хотели сказать. Мы сказали, что какая, какая это самое, какая, как мы выполняем радость и веселье в Пурьем, что к чему и как. Мне кажется, мы знаем, что, в принципе, это, поскольку этот, это к намекам, можно так сказать, что вот этот вот канал радости и веселья, которые идет, и все, что остается, то еврейские мудрецы, в принципе, мы знаем, что в Пурьем это придумали еврейские мудрецы, это постановление еврейских мудрецов, они как бы нам постановили, что взять один день и взять вот этот весь этот вот овердрафт, который есть, и полностью использовать, чтобы не дать возможность Хаса Халила, ни в коем случае, чтобы это перешло на какие-то пагубные цели. Поэтому мы видим, что каждый человек, который в Пурьем, он выполняет эту заповедь радости и веселья, это не просто сильно, просто заповедь, это хорошо, он должен знать, что это единственный день, в который настолько, что человеку даже постановили, что можно пить, и даже нужно пить, чтобы опьянеть, чтобы все вот эти вот духовные силы, которые, в принципе, они идут человеку, они идут, как бы сказать, спускаются в этот мир, как мы называем, сначала еврейскому народу, потом другим народам, сначала для духовных целей, потом для других целей, вот это все такое, опасное такое оружие, можно так сказать, ядерная, атомная бомба. Вот эти вот, как мы знаем, веселья и радость, это на самом деле, в них есть сила, как положительная, так очень сильная, большая разрушательная сила. Вот, и, как известно, все самые большие, как обороты, грехи и все, они именно вот в таких вот вечеринках, где их какие-то веселья, или чуть неправильно туда направлено, это выходит из-за этого, я не знаю, убийства, насилования, ну, всякие, вот, корни оттуда. Вот, то же самое, опять же, спиртное, все, оказывается, вот это, все, что, как бы, не, осталось неиспользованным, вот в этот день полностью используем наш еврейский народ, чтобы не дать этому изобилию перелиться и распространиться в другие нехорошие места, это все только более-менее намеково, однако это не понятно, вроде, мне кажется. Вот, то же самое, нужно знать, в принципе, злословие, определенный аспект, теперь мы, как бы, оставляем то, что мы сказали, используем только идею. То же самое, речь, как разговор человека, злословие, оно, в принципе, в какой-то мере, оно является тоже вот таким вот неиспользованным ресурсом. Человеку род дан для того, чтобы делать какие-то добрые дела, сейчас я подчеркну, какие. Вот, опять же, в тот момент, когда это происходит, как сказать, неиспользованность, у человека есть более побуждение говорить злословие. Мы, по-моему, в 18-м уроке говорили, что нет у человека никакой возможности списать, что из-за чего-то, говорю, злословие. Всегда, в конце концов, сам человек виновен. Однако, тем не менее, важно знать, что есть какие-то побуждающиеся ситуации или системы, в которые, в принципе, побуждают человека, чтобы вот этого предотвратить, или как-то, чтобы это не дать этому. Важно знать, что человек, если он берет в эту силу, вот этот канал, каждый конкретный человек, и использует по назначению, то он уменьшает возможность злословия и у себя конкретно, и у всего еврейского оборудования, и у себя человечества. Для чего нам дам рот, и для чего нам дам речь, и разговор. Оказывается, что нам в России сказали, что самое-самое-самое центральное, то, чтобы славить Всевышнего. Оказывается, молитвы какие-то там, я не знаю, просто на русском языке задушные стереотипы, я не знаю, насколько это все слышится и понимается. Какие мне вот эти вот хвалябные гимны, там, Телелеем, или там, Шлахием, или даже разговор со Всевышним. И тем более, тем более, изучение Торы, когда человек говорит это словами. И даже это, даже не глубокое, то есть глубокое, еще лучше, даже не глубокое, если человек просто читает какие-то книги, просто есть какие-то книги, которые как будто ближе к сердцу, просто в закон, читает, 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 он просто берет этот разговор, канал, использует его, не дает возможности этому вот изобилию духовному распределиться в различные плохие места, частью которых является вот такой позыв и возможность, и то, что люди злословия. Надеюсь, что более-менее понятно. Мы заканчиваем эту первую часть, переходим ко второй. Вторую часть, мы сейчас в тех повелительных заповедях, которые человек нарушает и слезословит, сегодня у нас Тет. Тет – это девятая заповедь. Девятая есть повелительная заповедь, называется она так, «Выкида что?». В принципе, это одно слово, идея его, переводки, на что? Это в каком контексте речь идет про коин. Коин – это священники, или определенные, как сказать, ответвления еврейского народа, которые во время, когда был храм, занимались службы в храме, это была их центральная деятельность. Сейчас службы в храме нет, и храма нет, но, тем не менее, вот эта заповедь их почитать, их уважать, и как-то стараться выделить, или как-то стараться им как-то больше, там, даже помочь, или как-то. Вот, это, она, это заповедь осталась, она, в принципе, включает в себя, там, цитирует, там, цит, это, ну, выдержка ее, в любом случае, в этом одном слове повеление «Выкида что?», то есть «Освети его», а в тракхладе сута нам говорят мудроцы, что это, в принципе, в себя включает. Включает, что когда есть коин, то ему дается, допустим, сказать, это, там, вечеринка, или там, кушать, ему дается самая лучшая порция, или там, в синагоге его вызывают первым, к Торе, всегда ему какой-то дают, дают больше почет, безусловно, есть всякие тонкости в этом, однако общая тенденция такая, что вот это коин, коина, мы больше ему даем, как сказать, уважение. Оказывается, что если человек говорит злословие про кого-то, и этот человек, про кого-то он говорит коин, то получается, что он, в принципе, нарушает, кроме запрета злословия, вот это вот заповедь в ее «Кидаштоке», то есть «отдели его, выдели», с того, чтобы больше дать больше уважения, наоборот, он, грубо говоря, забирает у него уважение и опозорит его, и говорит, что-то про него плохое. Это в общих словах то, что говорит нам Фицхайм здесь, в девятом. Вот маленькое только ответвление здесь, мы спросим, напрашивается, откуда, почему и что, в чем смысл, почему Всевышний заложил структуру такую, должен быть весь народ, должны быть какие-то определенные, определенные, условно избранные люди, называется коанин, священники, вот что в них особенного? Ну, по-простому, они служат в храме, служат в храме, они более святую миссию на себя ведут по всех различных функциональных деятельностей еврейского народа, служение в храме, оно является по уровню выше, чем какие-то другие роды деятельности, это по-простому. А, как сказать, чуть-чуть более глубоко нам говорят, не помню, в Талмуде, я не помню, только в Комтактате, ТОС вот это приводит в МТС, если я не ошибаюсь, вот, что идея того, что когда есть определенного рода такие избранные люди, которые полностью-полностью посвящены духовному, и вся их суть, вся их даже внешняя форма, их отличается от всех других людей, и как бы они более, я не знаю, как сказать, более отцелимы, более, ну, отличаются от других людей и, как сказать, и поведением своим, и более такие, как сказать, духовные, ну, прям духовность из них и скрыться, и своим непосредственным занятиям, которым они занимаются в этом храме, то такого рода, когда вот на фоне других людей, когда мы видим, когда видим таких людей, безусловно, когда речь идет о том, когда еврейский народ в целом духовный и пытается, и хочет быть духовным, когда есть такие вот представители, то как бы оно побуждает других людей, других людей тоже, как бы сказать, продвинуться и быть такими, вот, это, в принципе, основная идея. В принципе, невозможно требовать от всего еврейского народа быть, там, духовно высокими, быть какими-то праведниками и так далее. В другом есть определенного рода распределения, есть такие люди, есть такие, есть, тем более сейчас вообще есть различные роды, как сказать, еще больше полярные распределения. Однако, когда, тем не менее, есть какая-то определенная прослойка людей, которые представляют себя, выражают собой духовность, то в этот момент они как бы влияют на других людей таким образом, чтобы поднять других людей, по крайней мере, на уровне желаний их. Возвращаясь к началу, сказали, что, в принципе, потенциально в сердце очень большой числой, что люди хотят быть, тем не менее, выше духовной. Есть какие-то, как сказать, тормозы, какие-то блокировки, однако хотят быть. Вот когда есть, за кем можно тянуться, за кем можно стремиться, на кого нужно смотреть, с кого можно дать пример, когда это все есть перед глазами, легче, как действительно, быть вот так вот духовно выше. Вот это, в принципе, основная идея Коанимы. Поэтому Тора требует от нас определенного к ним подчеркнутого уважения, определенного рода поведения так, чтобы действительно вот эта вот их, в кавычках говорю, литарная вот такая вот структура, она оставалась и тянула за собой весь другой народ. Это что касается Коанимы. Опять же, это более-менее все на уровне, когда был храм, действовал. Сейчас храма нет. Тем не менее, нам слышат мудрецы, Горамбом это приводят в своих книгах, в законах Шмита в Ювелле, приводят, что, в принципе, так называемые Коэны, они идут из Шевет-Леви, из Колена-Леви. Вот он говорит, что, в принципе, это, как бы сказать, более-менее идейная такая, это не столько конкретный, как сказать, есть Коэн или там из Колена-Леви. Это более-менее такое, в принципе, каждый человек может выбрать и решить стать таким, вот стать, прыгнуть на вот такое вот самое-самое первое место в резком уровне. Опять же, условно, грубо говоря, никого, надеюсь, не обидеть, не задеть. Вот. Как и каким образом? Что говорит нам Рамбом, вот люди, которые учат Шевет-Леви, изучают Тор, они, в принципе, автоматически занимают вот такое вот ведущее место в духовности, как бы сказать, излучают духовность по отношению к другим людям и тянут здесь за собой весь вредский народ. Отсюда мы видим, что это накладывает на таких людей, с одного рода, как бы, дает им какую-то привилега с другой стороны, и дает им какое-то большее требование, обязанность, что такие люди должны больше, более скрупулезно, как сказать, в своих действиях, как сказать, следить за своими действиями. В один из уроков говорили, что есть такое понятие, что «схилю лошейм», аскуринти именно Всевышнего. Но если вот такой человек, например, который такой вид богобоязненный, или там вид там в шляпе, там, в длинном, в черном, не знаю, ходит, такой уважаемый человек, если он ведет себя как обычно, не что-то плохое. Это меня ведет как обычный человек, как обычный с улицы человек. Или говорит каким-то там жаргоном, или какие-то, говорит, такие шуточки, и все. Опять же, я не хочу строить какие-то четкие, точные рамки. Однако, тем не менее, знать нужно, что в тот момент, когда он не подчеркнуто отделен от других людей, это определенного рода проблемы. С одной стороны, в тот момент, когда он взял на себя миссию такую быть, значит, коином, опять же, мы сказали, что коин – это не столько, как сказать, по наследству, сколько это, как сказать, не столько звания, сколько определенного рода форма служения, форма поведения человека, которую сам человек может для себя определить и решить таким быть. И в тот момент, когда он на него накладывает обязательства, что он должен быть другим, постоянно за собой следить. Рамбам есть в законах Деот, есть в человеческих качествах, в знаниях. У него там есть целый специальный пункт, как вот таким людям, это все по-другому. Он кушает по-другому, ведет себя по-другому, даже ходит по-другому, одежда у него по-другому, все по-другому. Человек должен решить. Либо, если, назовем их условно, там, не хахамимы, ученики, или там, ну, да, мудрецы, тем более. Такие люди, они, с одной стороны, за ними нужно тянуться, с другой стороны, на них очень большая, как сказать, обязанность быть, вот эти вот действительно такими, выражать духовность нашего народа и тянуть за собой весь другой народ. То вот вкратце, что я хотел сказать во второй части, переходим к третьей части, мы сейчас в седьмом параграфе. Седьмой параграф мы сейчас, по-моему, в четвертом пункте. Мы, в принципе, даже, можно сказать, прервались посередине, но, тем не менее, в четвертом пункте нам важно знать определенную сноску Хофицхайма, которую я сейчас прямо к ней перейду. Хофицхайм нам дает делать такую сноску, мы сейчас занимаемся тем, что запретом слушать, принимать злословие и различные отцепления вокруг этого, вот, нам, говорит Хофицхайм, доказывает нам, что есть доказательства из Талмуда в различных мест, что если, опять же, если мы что-то знаем точно про кого-то, допустим, я сам видел, то, ну, скажем, я сам видел про какого-то человека что-то позорище или отрицательное, но нет такой заповеди, сказать, забудь, не смотри и не верь глазам своим. Видел – видел. Однако, если мы слышим, мы говорим, что человек, поскольку слышим, он не должен это принимать, как это правда. Если он всегда должен принять, то тут только прислушаться, взять на заметку, это все, что мы учили в предыдущих руках. Все это верно до того момента, как я не получил эту информацию из достоверного истока. Если я не знаю, то это 100%, что это так. В этой ситуации невозможно требовать человека, не слушать, не верить. Он знает, получил это. Например, там, свидетель, допустим, в суд идет какое-то разбирательство. Сидит судья и два свидетеля в суде. Они сказали прямо какого-то, что плохо. Судья не может сказать, я извиняюсь, это злословие, я ничего не слышу и судить не соберу, и судить ничего не буду. То есть, поскольку два человека в суде получают статус, что это действительно точная, объективная информация, то мы это да, принимаем. И это при одного рода другие такие ситуации. Спрашивают нам здесь, обыскаем такую, что есть из Талмуда. Такая ситуация, что есть слух. То есть, как мы относимся к слуху? Допустим, есть слух, что человек сделал что-то плохое. Слух проображаешь, он сделал что-то плохое. Грубо говоря, я как сторонний человек, если я слышу этот слух, опять же, у меня есть правило, слух услышал, запрещено принимать, и даже запрещено это слушать. И тем не менее, на заметку как-то, если я чувствую, что это мне может помочь, на заметку я могу это взять. Говорит нам, обыскаем, что есть доказательства из Талмуда во многих местах, что слух, что у слуха есть статус, как будто это точно. Я не выдаюсь в какие-то места, чтобы не делать лишний разбор, разбирание места, которые нам так важны. Вот, в случае, доказательства, что слух – это как точно. Вот. Говорит, обыскаем, что мы что-то на это скажем. То есть, в соответствии с этим, если я что-то про кого-то слышу, это как будто я точно это знаю, когда я точно знаю, я могу это слушать и даже принимать. То есть, безусловно, там, позорить этого человека нельзя, однако взять, как бы записать себе в сердце, и у себя принятие, как будто это точно так, я могу. То есть вся причина, что я всегда, что в обычной ситуации я это не могу, потому что я могу сказать, кто сказал, как-то можно это как-то объяснить и все. Когда я точно знаю, то я могу это принимать. Говорят, что слух это как будто точно. И сразу же ответ, что действительно все зависит. Мы знаем, что действительно у нас в Торе воспринимается, информация воспринимается несколькими уровнями. Есть уровень действительности. Если мы видим, что сейчас день или ночь, то все. Действительность определяет информация, которая есть. Есть уровень свидетельства. То есть опять же, Торе поставил, что свидетелям мы обязаны верить, и то, что свидетели сказали, это неоспоримая истина. А есть такой уровень более низкий, называется доказательство. Какая-то ситуация, информация, она доказывается как-то. И здесь есть очень-очень много различных ответвлений, различных пеканных ситуаций. Оказывается, мы говорим, что если этот слух одноразовый, или двуразовый, одноразовый не имеется, ну один раз, или даже пять раз. Однако такой слух, который не сейчас, потом через какое-то время, как-то, какими-то такими путями, он имеет статус слуха. И в этой ситуации я не могу это принимать, только взять на заметку. А есть такой слух, который постоянный. Говорят, как мы скажем, что слух, который постоянный, это важно тоже знать для других законов, однако в нашей ситуации, в случае злословия, слух, который постоянный, он, в принципе, принимает статус в очень многих ситуациях, как будто это точно и действительно. Что если я слышу слух постоянный про какого-то человека, какую-то позоривающую информацию, то, в принципе, я в этот момент могу принять и услышать, и принять, и записать, не только в рамках, что мне это самое, мне взять на заметку, взять на заметку, а также и в рамках того, что я принимаю, что да, это действительно так. Это такой, в принципе, и вывод делает Хафацхай. Маленький такой пример, допустим, я слышу, что какой-то там Абраша ворует. Слышал один раз, второй раз. А если я слышу постоянно одну их людей, то все, постоянно, 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 все. Несмотря на то, что это нестабильство, несмотря на то, что это как бы не... По правилам Тора я... По простым определениям правилам Тора это не точно. Однако поскольку это слух, который постоянно, говорит нам Хафацхайм такое выражение, что люди многие не ошибаются. Когда это много, один человек, два человека иногда, а когда это постоянно-постоянно, то как бы нет такого, что все ошибаются, все ходят за нос. Нет, и ситуация тут принимает статус, это точно, я могу это принять, с соответствующими последствиями. Пятый, переходим к пункту. В пятом пункте нам говорит Хафацхайм, мы там еще знаем тут очень много, мы говорили, что многие законы слушания, они параллельны законам говорения, то есть говорить злословие и слушать злословие, есть очень много корреляций похожего параллельно. Мы как-то говорили, что есть четыре уровня людей, про которых, про всех запрещено говорить злословие. Кроме последнего, четвертого уровня, я его определю, опять же, в наше время практически таких людей нет, это люди, которые идут против торинга, а не против, а злостно воюют, скажем, против торинга, просто не выполняют заповеди, потому что они не знают, не понимают, не принимают, какие-то у них есть страсти, которые все знают, понимают прекрасно, и тем не менее против давкой, как называется такого уровня, давкой, именно против пойти. Про таких людей, мы говорили, можно говорить злословие, и здесь нам параллельно, эквивалентно, он говорит, как он сказал, про таких людей нет запрета слушать, оно даже определяет, что можно слушать злословие, то есть,ittedя типа протокол человека, можно слушать злословие, это нужно знать и принимать. Шестой пункт. Шестой пункт такой, я перед дилеммой принятое злословие, я слышал злословие, человек говорит про себя и про кого-то. То есть он говорит прозорившую информацию про себя, допустим, передо мной стоит Абраша, он говорит, я вместе с Гришей сделаю какое-то плохое дело, поскольку он говорит про себя. То есть если бы он просто говорит про себя, я могу это принять? Говорит человек про себя говорит, я это принимаю. А в данном случае он говорит про себя и про Гришу. Вроде бы как здесь поступить? Есть три варианта сказать, что и про себя верно, и про Гришу верно, поскольку про себя верно, я понимаю, что ситуация верна, и, соответственно, и про Гришу верно. Есть ситуация сказать, что поскольку про Гришу нельзя слушать, он не может никого очернить, то и про себя не верно. Или можно сказать про себя принимает, а про Гришу не принимает. Действительно так. То есть если человек Абраша рассказал про себя, допустим, к примеру, он говорит, я вместе с Гришей ограбил вчера магазин. Так я, оказывается, в этой ситуации, я ему верю, что он ограбил, а про Гришу я не верю, что он ограбил. Как так может быть? Я должен как-то у себя попытаться это сделать, найти какое-то обоснование, что это про себя верно. Человек мне говорит, я слышу, принимаю все это. А про Гришу я не верю. Говорит, это будет верно даже в случае, если он так это обыгрывает, что невозможно ему одному ограбить, а только с Гришей. Тяжело найти обоснование, как я могу Гришу отбросить. Допустим, он сказал, что Гриша открыл, а я зашел там, или Гриша открыл, и мы вместе зашли. Я знаю, что он сам не может открыть. Если я верю, что он ограбил магазин, например. Я, грубо говоря, должен был верить тому, что Гриша открыл, потому что он сам не может открыть. Поэтому здесь тоже запрещено. Я должен, грубо говоря, себя перетрансформировать. Кто-то ему открыл, неважно. Я не верю, что это Гриша. Кто-то открыл. И он, этот кто-то, мне не важно, кто, я не знаю, кто это. Я верю, что Абраша был в этот грабитель. Однако про Гришу я, тем не менее, не могу слушать. То есть факт того, что человек присоединяет кого-то вместе с собой и говорит, то есть про себя я могу, а про кого-то, тем не менее, я, однако, я, тем не менее, не имею права слушать. Переходим к седьмому пункту. Седьмой пункт. Маленькое обведение. Здесь мы переходим к такому немножко, как сказать, другому... В принципе, весь этот наш седьмой параграф. Сейчас мы разделяем. Сейчас мы переходим к второй части седьмого параграфа, если можно так сказать. Хапицхай мы сделали маленькое обведение, а уже детально мы начнем изучать на следующий раз. Хапицхай говорит, что есть такие ситуации, когда человеку неординарные ситуации. Когда человек это говорит, однако, не просто, допустим, есть диалог между двумя людьми, и один что-то рассказал, другой что-то услышал. Какие это бывают такие вот неординарные ситуации? Несколько. Говорит Хапицхай, есть такая ситуация, допустим, человек говорит, называется Масия Ахлифитуму. По наивности. Он вообще не собирается про это рассказывать. Тем не менее, у него это как-то к слову пришлось. В этой ситуации немножко все должно, вроде бы, меняется или нет. Это, кстати, говорит, мы сейчас обсудим на следующих руках. Есть ситуация, когда человек говорит, и я знаю, что человек, который мне говорит, он в моих глазах абсолютно, я абсолютно истинный, абсолютно честный человек. Например, допустим, папа говорит сыну. Взрослый сын, взрослый. Папа говорит сыну. Все по-другому. То есть человек воспринимает то, что ему папа говорит не просто, как обычный человек с улицы, тем не менее, что здесь нам может изменить в слушании злословия. Вот есть ситуация еще, что есть ситуация, это называется дворим, а не корим. То есть мы видим, что какие-то есть доказательства, он мне что-то рассказал про какую-то ситуацию, и сама ситуация, видно это из каких-то данных, дополнительных данных, что это склоняется к действительно правде, и действительно это так. То есть вроде бы, что эта ситуация необычная, что он не сказал, я ничего не знал, теперь я узнал, должен как-то отреагировать. А что из самой ситуации или из каких-то данных, которые у меня были, мне это доказывает, что действительно да, это так. В этой ситуации тоже немножко все может поменяться, это мы все обсудим и узнаем в следующих уроках. Всем прощаюсь, до свидания, всего хорошего, счастья, успеха, здоровья и хорошего настроения. Продолжение следует...